Вы знаете, ведь очень многие говорят, что с образованием и с его уровнем и качеством связывают некую инерцию. Ну, так же, как, допустим, вся инфраструктура, что в Советском Союзе была заложена настолько мощная база, что вот этой инерции хватает, чтобы поддерживать на определенном уровне. А все инновации, все реформы, которые предпринимаются после 1991 года, они только ухудшают ситуацию. Вы не согласны, да, с такой оценкой? Я еще раз хочу сказать, что ситуация разная. Надо смотреть тот или иной регион, надо смотреть ту или иную школу. Конечно, многое было сделано и в советский период по строительству школы, по методическому обеспечению. Но, тем не менее, сегодня у нас в 2011 году был большой проект модернизации региональных систем образования. На три года было выделено 120 миллиардов рублей и на повышение зарплаты учителям, и на модернизацию инфраструктуры системы школьного образования. Поэтому школы строятся, школы ремонтируются, повышается зарплата учителей. Я считаю, что важная задача, ближайшая, это выстроить объективную систему оценки качества. Маленький тоже пример приведу. Мы проводили национальное исследование качества образования по начальной школе, по четвертым классам. Посмотрели 500 школ в разных регионах и увидели, что у нас качество начального образования, оно действительно хорошее и соответствует тем международным результатам, о которых я говорил. Пятерок мы оценивали по пятибалльной шкале, пятерок порядка 7%. После того, как мы провели всероссийскую проверочную работу по аналогичным заданиям, уже позже, в декабре, в которой участвовало 20 тысяч школ, пятерок стало 28%. То есть школы, а были регионы, в которых во всех школах были поставлены пятерки. А что это означает? Это означает, что ребенок, получив пятерку, переходит в основную школу, где уже другие учителя, которые видят его оценки, видят, да, отличник, значит, все у него хорошо. Тоже небольшой пример, когда мне написали письмо папа о том, что его ребенок не знает элементарных, ему ставят двойки. Как выяснилось, ребенок не знает элементарных предметов, элементарных вещей по физике, химии. И действительно правильно ставят двойки. А до этого ребенок учился в одной элитной школе под Москвой, где всем ставят пятерки. Берут деньги, немаленькие, и всем ставят пятерки, но не дают знаний. Поэтому лучше объективная оценка, потому что объективная оценка позволяет выявить те проблемы, пробелы в знаниях и, соответственно, организовать необходимую методическую работу. Вот, на мой взгляд, задача, которую сейчас мы с регионами решаем, это, чтобы не боялись и низких результатов, анализировали высокие результаты. Недаром мы рекомендуем регионам не оценивать учителей школы по результатам единого государственного экзамена. А важна объективная оценка. Это позволяет выстроить систему повышения квалификации учителей, это позволяет выстроить определенную методическую работу с школьниками по тем проблемным вопросам, которые выявляются в ходе оценки, что позволяет повысить качество образования. Очень хорошее впечатление, интересно, вспомнил юность свою, поэтому спасибо. Все вопросы абсолютно правильные, интересные. Я готов на любые вопросы отвечать, поэтому для меня не было какого-то дискомфорта. Продолжение следует...